Люди всегда были не прочь повоевать. Это заметно, даже если очень бегло взглянуть на историю человечества. Войны велись по разным причинам – политические разногласия, деньги, власть, религия, территория. Но существовали еще и нелепые предлоги для вооруженных конфликтов – войны из-за бродячих собак, свиней, страусов, эму, дубовых бедер. И мы предлагаем вам ознакомиться именно с такими, с самыми странными и нелепыми причинами, которые становились поводами для вооруженных конфликтов. Не забываем подписываться на канал и начинаем. Конфликт из-за свиньи произошел в 1859 году на спорных островах Сан-Хуан. Британский фермер застрелил свинью, принадлежавшую американцу. Разгоревшийся спор решали на самом высшем уровне, и он чуть было не перетек в военный конфликт. Непосредственного вооруженного столкновения удалось избежать только лишь благодаря дипломатии. Война дубового ведра произошла в средневековой Италии в 1325 году. Два города – Болонья и Модена – уже давно враждовали, но похищение новенького дубового ведра из городского колодца, совершенное дезертиром из Болоньи в Модену, стало последней каплей. Война ознаменовалась единственным сражением, которым болонцы проиграли и остались без ведра. А вот Парагвайская война 19 века вошла в историю как одна из самых кровопролитных войн из-за амбиций своего правителя. Президент республики Франциско Солана Лопес был большим поклонником Наполеона и решил пойти по его стопам, не обладая при этом навыками ведения войн. Парагвай объявил войну Бразилии, Аргентине и Уругваю и потерпел чудовищное поражение, потеряв 300 тысяч человек, что составляло около 90 процентов мужского населения. Футбольная война разразилась на четыре дня в 1969 году между Сальвадором и Гондурасом после поражения команды Гондураса во время матчей отборного этапа Чемпионата мира по футболу. Потери с обеих сторон составили около пяти тысяч человек, а мирный договор был подписан лишь спустя 10 лет. Военная операция против Эму, случившаяся в Австралии в 1932 году, претендует на звание самой бестолковой военной операции из всех существующих. Причина конфликта – набеги гигантских стад Эму. Они объедали урожаи австралийских фермеров и те призвали на помощь солдат с пулеметами. Удалось подстрелить несколько сотен птиц из 20 тысяч. Проблема осталась нерешенной и фермерам пришлось смириться, зато попали в историю. Война о бродячей собаке. Так прозвали конфликт 1925 года между Грецией и Болгарией. По слухам, греческий солдат погнался за прикормленной им бродячей собакой и в это время был застрелен болгарскими пограничниками. В ответ Греция ввела войска в Болгарию, а та подала на нее жалобу в Лигу наций. 335-летняя война официально признана одной из самых длинных и наименее кровопролитных войн в истории человечества. Она проходила между Нидерландами и архипелагом Силе. Началась в 1651 году, а окончилась в 1986. Просто в какой-то момент о факте объявления войны напрочь забыли, опомнившись лишь через три столетия. Конфликт из-за меда вспыхнул в 1830 году между Миссури и Айовой. Однажды сборщики фискальных платежей из Миссури пришли в населенный пункт, который власти Айовы считали своим. Обитатели поселка оказали отпор этим налоговым инспекторам. В ответ те спилили три дерева с ульями пчел и отобрали весь мед. В результате в Миссури и Айове был объявлен массовый призыв в армию. Однако стороны вовремя спохватились. Они поняли всю глупость повода, из-за которого могли пострадать сотни и даже тысячи человек. Война за ухо Дженкинса проходила между Англией и Испанией в 18 веке с 39 по 42 годы. Формально она началась из-за отрезанного уха английского капитана Роберта Дженкинса. В 1738 году он выступил в парламенте Туманного Альбиона с жалобой на то, что семи годами ранее капитан испанского судна отсек ему ухо. Английский подданный продемонстрировал свой орган слуха членам парламента, достав его из кармана одежды. Выяснилось, что моряк все это время верил, что его орган сумеют как-то вернуть на законное место. Этого так и не случилось, но у Великобритании появился предлог, чтобы развязать войну с испанцами. В 83 году 19 века небольшая испанская деревушка Лихар посчитала возмутительным факт оскорбления испанского короля во время пребывания того во Франции. Мэр Лихара при поддержке 300 жителей объявил Франции войну от лица своей деревни. За почти столетнюю историю конфликта не было произведено ни единого выстрела.